Доброе утро! У меня здесь оказывается Марюша. Смотрите, идёт меня будить. Хорошенький привет! Доброе утро! Доброе утро! Вот такой завтрак у меня приготовился сегодня. Мы будем сегодня завтракать овсяной кашей с чёрной смородиной. Ну и кофе с безешками, которые остались ещё с Пасхи. Класс! Всем приятного аппетита! Всем привет! Сегодня мы с вами ещё не виделись. Ну что, я успела убраться. Не снимала вам, извините. У меня был очень сильный бардак, поэтому прямо страшно показывать. На прошлой неделе совсем не было силы, желания, настроения убираться, поэтому, знаете, я так маленечко, конечно, подзапустила квартиру. Каюсь. Не всегда у меня суперубрано, конечно. Такая себе я хозяюшка. Но сегодня вот всё, звёзды сошлись, и я убралась, короче. Конечно, обожаю вот этот момент, когда в доме чисто, естественно, намного приятнее находиться, и как-то настроение поднимается. Это прям уже без вопросов. Ну что, квартиру убрала сама, в душ сходила, волосы уже практически подсыхают, практически подсохли, поэтому сейчас надо будет сделать себе прическу, и потом пойти уже заниматься стиркой, возможно, пообедать. Короче, такие дела. А, ну ещё я вам покажу потом менюшку свою. Я тут написала на май месяц на целый меню, но сделала, короче, это так необычно, поэтому я думаю, что если вам, ну, кому-то интересны такие моменты, то оставайтесь. Ну а пока давайте займёмся моими волосами. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот такая вот прическа у меня получилась для разнообразия, мне кажется, очень даже. Ничего, правда? Теперь перейдём с вами к меню, которое я составила. Итак, смотрите, на май я сделала немножко по-другому. Не так, как я раньше обычно делала, то есть на каждый день я писала завтрак, обед, ужин и перекус. Теперь я написала вообще на месяц, но сделала это опять-таки, ну как, допустим, смотрите, у меня есть 15 вариантов завтраков, их мы умножаем на 2, получается 30 завтраков у нас будет такие. Ну и что? Пусть они повторяются, какая разница. Мы любим покушать, да, так, то есть ничего здесь страшного нет. Иной раз бывает, нет аппетита, так вообще там ничего, допустим, не поешь. Но, как правило, завтраки мы не пропускаем. Поэтому, короче, вот такое у меня, ну, столько вариантов. Конечно, я потом думаю, что надо будет, это исходя, я писала исходя из того, что у меня есть, допустим, какие крупы, да, и, ну, что вспомнила. Если что буду вспоминать, допустим, ещё, да, интересного, то буду записывать уже там, ну, на июнь. То есть, так, не сразу, не одним разом, как я сейчас писала, а по мере вспоминания. Дальше, обеды, супы, я думала, что сюда ещё написать салаты, но потом перепутала. В целом, одной кастрюли нашего супа, в которой я всегда варю, хватает на 3 дня. Таким образом, мне надо, получается, 10 первых блюд, которые можно будет растягивать на 3 дня. Ну, пельмени, конечно, здесь не в таком маленьком моменте, но буду, если что, пельмени, допустим, варить по разу между там какими-то такими основными супами. Дальше. Ну, здесь ещё, конечно, я вот, допустим, люблю ещё томатный суп-пюре готовить, но сейчас не сезон, и немножко это дороговато. Поэтому я его оставила на такой более, когда уже пойдут помидоры, ну, или они станут подешевле, потому что сейчас уж не вариант. Мне тут сейчас экономить надо. Дальше. Ужины. На ужин мы, как правило, едим второе, вот как раз и салаты. Здесь получается, ну, второе, как правило, мне хватает. Я не готовлю на один раз поесть, но едам на целую неделю тоже не могу, потому что, ну, элементарно надоедает, и потом это уже невкусно. Поэтому, как правило, два дня, ну, бывает, что на три. Поэтому также сделала, ну, написала 15 вариантов вторых блюд, плюс, допустим, от оливье, да. Оливье мы иногда можем реально вместо ужина просто поужинать именно таким салатом, потому что он достаточно калорийный и сытный. Шашлыки написала, ну, потому что это май, мы в любом случае поедем на этот, на дачу, и, ну, шашлыки все-таки надо как-то этот тоже запланировать, чтобы они были. Не страшно, если чего-то у меня, допустим, что-то я не приготовлю, то есть мы будем есть меньше блюд, лучше пусть у меня будет, как такой стандартный минимум, который будет, если что, переходить на следующий месяц. Вот, десерты, перекусы, напитки. Пирожное Павлова написала, потому что у меня безе осталось с Пасхи, я там целенаправленно выпекала. Кто смотрел мой влог, я уже показывала, говорила о том, что оставляю эти штучки на пирожные. Еще у меня есть сливки, поэтому, ну, короче, тут тоже исходя, вот это все писала, исходя из того, что есть дома. Яблочный пирог, потому что у меня есть замороженные яблоки, мне свекров давала. Хорошая вещь получается, даже раньше не ожидала, не знала, куда их использовать. Как-то пекла, мне понравилось. А потом вишня, скоро уже, ну, новый сезон вишни будет через несколько месяцев. Я еще прошлогоднюю не использовала, поэтому обязательно надо вишню использовать. Поэтому написала еще и компот, надо будет варить, потому что я иногда, конечно, забываю. Ну, и тут, короче, Тор Наполеон написала, потому что у меня есть пласт замороженного теста, слоеного. И я увидела хороший рецепт, я там подружка написала, ну, в чате, как там, знаете, как бывает, там скидывают. Вот, короче, тоже его испеку. Ну, здесь в основном я тоже все это написала, исходя из того, что у меня есть в наличии, то есть в морозилке. Поэтому буду, короче, готовить так. Ну, и вот плюсы теперь, да, моего такого для себя, которые мне понравились плюсы. Во-первых, так я точно буду использовать те продукты, которые лежат дома, которые обычно, ну, у меня бывает, там, забываются или еще что-то. Так, сейчас переключу, а то что-то вам неинтересно так говорить. Во, так хотя бы мы с вами с глазу на глаз поболтаем. Ну, что, вот, как я уже говорила, самый главный плюс, это, во-первых, такое оптимальное использование того, тех продуктов, которые есть у меня дома. Ну, и, соответственно, я вот сейчас, допустим, буду составлять список покупок на май, ну, вот этих продуктов. И получается так, что у меня достаточно ограниченный бюджет мы себе взяли, ну, потому что нас двое, и мы, короче, решили, что, этот, давай, нам сильно много не надо. Не знаю, сколько это, много или мало, короче, мы отложили себе энную сумму. Ну, и я попробую, короче, в нее вписаться, потому что, если честно, прям так четко я раньше не отсчитывала, сколько мы денег тратим на продукты. Сейчас вот посмотрю, если мне, допустим, хватит 10 тысяч на месяц на такое полноценное питание, это будет шикарно. Если останется, будет вообще огонь сказка, но мне кажется, что не останется. Но я хочу, чтобы мы потратили эти деньги именно не на какие-то финтифлюшки, да, потому что так часто бывает, что приходишь в магазин, хотя я стабильно прихожу в магазин со списком, но, как правило, эти списки составляются так, по хачушкам, такие, знаете, как от балды, грубо говоря. То есть я не всегда оцениваю свои запасы, которые у меня уже есть в доме, и иногда бывает так, что это запасы лежат, и я покупаю новые. Хотя в целом надо бы и это все использовать. Поэтому вот мы выделили четкую сумму денег на вот это все дело. Отдельная у меня сумма уйдет на молоко и хлеб, потому что эти продукты мы, как правило, берем в пятерочке, то есть, ну, они заканчиваются, их так, знаете, не рассчитаешь точно. Я рассчитала примерно по цене, сколько стоит там буханка хлеба и молоко, да, ну, и на сколько нам примерно хватает. Да-да, нет-нет, да, как бы надо будет побольше денег, конечно, ну, как бы надо будет выделять. Ну, в общем, хочу теперь придерживаться такого четкого маленького этого бюджета в планировании. И, в общем, буду сейчас, исходя уже из того меню, которое я написала, смотреть, что из продуктов у меня есть дома. То есть это я уже не буду покупать. И буду покупать только те позиции, которые, ну, нужны, в общем. Естественно, за одну покупку я не думаю, что я сразу смогу купить все продукты. То есть это, я думаю, будет у нас две закупки примерно, потому что всё равно нужно будет ездить в один магазин, потом в другой. Всё в одном не купишь, это невыгодно. Мы в хорошие-то дни, да, ездили так по акциям, по скидочкам, смотрели, что есть. Ну, а из-за того, что сейчас такая у нас ситуация, да, в России, в мире, мы всё-таки, ну, тоже стараемся особо много не шарахаться, поэтому надо будет максимально, короче, уменьшить вылазки, но всё-таки всё купить. Не знаю, говорю, много это, мало это, кто как считает, кому-то, возможно, это и много кажется, кому-то, наоборот, мало слишком. Я пока не знаю, не оцениваю трезво, так сказать, эту сумму, то есть именно в продуктах. Мне кажется, что я уложусь, но нас же двое. Ну, если не уложусь в конце мая, короче, ждите отчёт, что это, сколько я планировала. Ну, мне самой интересно, то есть посмотреть, сколько я планировала потратить и сколько я действительно потратила. То есть, естественно, мы не будем сидеть голодными, да, то есть если закончатся продукты элементарно, конечно, мы пойдём и купим. Но было бы хорошо, то есть вот сейчас мы распределили чётко бюджет, я разложила, сколько денег мы должны там заплатить за квартиру, за интернет, за дачу, да, ну, то есть вот это всё дело. Потому что дача-то, хоть как бы и не наша, но мы оплачиваем всё равно, ну, вот, все вот эти услуги, там, вода, свет и вообще, ну, короче, всё это оплачивают всё равно нами. Вот, чё ещё, на проезд я себе отложила, короче, денежку, на зубы откладывала вчера поездить, поехала же на зубы, я думала, у меня должен был быть один зуб, мудрость только, ну, лечиться. Я рассчитывала, ну, где-то, думаю, ладно, полторы тысячи, она примерно такую сумму с меня берёт. Оказалось, что мне два, короче, надо было лечить, и они живые, то есть там нервы живые, и без укола их было просто нереально, я прям дёргалась. Я поэтому говорю, ладно, давайте с уколом. Но в итоге она у меня две с половиной, короче, взяла, то есть это вот ещё тысячи плюсов. Конечно, это смешные цены, я понимаю, что зубы стоят гораздо дороже, поэтому здесь, конечно, я не жадничаю. Я считаю, что зубы надо лечить сразу, потому что пока ты отложишь, потом это всё дороже, намного становится больнее, дороже, и, короче, в итоге экономия такая на спичках получается, да, как говорят. Вот, поэтому я сразу лечу, конечно, на свои зубы, пусть я лучше отдам сейчас столько денег, чем потом там в три раза больше. Ой, вот, на что ещё отложила, сейчас точно не вспомню, но, короче, вот на продукты я отложила и того там 11 тысяч, то есть 10 тысяч на закупку таких продуктов, и тысяча у меня там уходит примерно на молоко и на хлеб. Потому что молоко мы достаточно много пьём, учитывая, ну, что с кофе, там, молочные каши варю. Ну, хотя каши варю никогда на чистом молоке не варю, но, наоборот, варю с добавлением воды, там, как правило, 1 к 3 или 2, ну, 1 к 2, вот, в такой пропорции. Вот, мне интересно, если кто-нибудь из вас тоже рассчитывал так примерно на свой бюджет, какую сумму вы тратите в месяц на продукты, мне прям интересно знать вообще, как у вас это происходит. Потому что, конечно, знаете, тоже не хочется сидеть, понятна экономия экономии, но я считаю, что на одной, допустим, картошке, да, сидеть тоже неправильно, поэтому надо как-то всё равно разнообразно питаться. Потому что, если мы будем голодать, от этого никому лучше не станет, только проблема со здоровьем. Вот, а мне и я, и мой муж ещё нужны здоровыми. Поэтому, мне интересно услышать ваши цифры, если вы не стесняетесь обсуждать такие темы, то, пожалуйста, напишите в комментариях, давайте поговорим. Сейчас ещё, конечно, продукты подорожали, я не знаю, как у вас, у нас прям, ну, правда, подорожали, процентов на 20, на 30 точно есть. Ну, вот, карантин, конечно, да, всех затронул. Вот, ладненько, давайте вы пока напишите там что-нибудь, а я пойду запущу стирку, стираться. Девчонки, помните, я вам рассказывала про паука, что мы его вот посадили в банку, там я ему субстрат кокосовый положила. Представляете, сплёл себе, значит, там этот кокон такой уже здесь наверху банки и сбросил шкурку. Мы вообще не знали, что пауки линяют, а оказывается, вон, удивительное рядом. Всё, я постирала, как вы видели. Ну что, повесила я теперь это меню себе на холодильник, пусть висит здесь. Завтра ещё у нас один день, получается, 30 апреля, но ничего страшного, один день туда-сюда, если что, уж этот, там остатки доедим, как раз у нас есть. Ну и я, смотрите, написала, получается, список, исходя из меню, какое нам понадобится для приготовления этих блюд. Некоторые вещи, конечно, там сок, колу, да, колу, ну, больше взяли так для коктейлей, майонез, сметана. То есть, ну, это такие моменты, как, допустим, на оливье куда-то или замариновать какое-то там мясо. То есть, я, мне проще сказать, что это ведёрко, короче, это больше для меня. Но в целом, то есть, я же не буду сразу покупать 20 крылышек, там, 20 бёдрышек или там, сколько тут у меня насчитано, 60 картофелин. То есть, это мой такой общий список. Что-то, если я буду покупать, я буду отсюда просто это сминусовывать. Посмотрим, девчонки, увидите, как я это всё в итоге сделаю, как распределю. Ну, надеюсь, что всё у меня удастся, всё получится, и мы с вами впишемся в сумму, вот, и не будем, будем вкусно есть и не будем голодать, так скажем. Вот такой был у меня сегодня день. Я хочу вам сказать всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте общаться вместе под этим видео. Также хочу вам напомнить, что у меня в инстаграме есть магазинчик, поэтому, если вдруг вы захотите поддержать мой канал и купить какие-нибудь вещички, которые я делаю своими руками, то, пожалуйста, милости прошу, ссылочка есть в описании под видео, можете пройти, посмотреть. Вдруг вам что-нибудь понравится, ну, или, там, вы захотите, чтобы я сделала, там, вам на заказ, допустим, композицию. Такие моменты тоже возможны. Покажу всё, что есть в наличии, так скажем, там уже, короче, договоримся на месте. Буду вам всем-всем благодарна. Ну что, всем хорошего вечера, доброй ночи, мы с вами ещё увидимся в комментариях, конечно же, Ну и завтра в следующем видео. Я вас всех-всех обнимаю, целую, крепкого здоровья и хорошего настроения. Пока-пока, друзья!